Живописное высокогорное озеро Иссык-Куль, внесенное ЮНЕСКО ООН в список уникальных охраняемых биосферных территорий, ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира. Их взором предстоят восхитительные панорамы вида горных вершин на фоне изгиба горизонта крупнейшего озера Тяньшань. А какие виды предстанут взором на дне, если погрузиться под толщу воды? А там мусор, прежде небрежно оставленный на берегу и потом различными путями и по воле обстоятельств попавший на дно. Залиши мусора год за годом тонут в донном иле, и к ним прибавляются с каждым курортным сезоном все новые и новые слои пластиковых отходов. И на протяжении десятилетия этой проблемой очистки загрязнения озера Иссык-Куль никто серьезно не занимается. Ученые в настоящее время забили тревогу о резком увеличении содержания микропластика в водоемах по всему миру. Вредное и токсичное влияние микрочастиц пластика, разложившихся в воде, грозит непредвиденными губительными последствиями не только для биоорганизмов, обитающих в воде, но и для человека, так как все мы включены в общую пищевую цепочку. Этот мусор на дне никто не видит, а раз мусора не видно, то вроде как его в озере и нет. Наш коллектив, любители подводного плавания из Бишкека решил в 2014 году обратить на данную усугубляющуюся проблему внимания общественности, бизнеса и государства. Этой проблеме мы посвящаем добровольно свое время, свободное от основной трудовой занятости. Ездим за сотни километров из Бишкека на Иссык-Куль, чтобы освобождать дно озера и прибрежную зону от бытового мусора. Сегодня проводим очередной международный день очистки водоемов. Чистим дно городского пляжа вблизи санатория Голубой Иссык-Куль. Вот наша команда дайверов собирается к погружению для поднятия мусора со дна озера. На международном дне очистки водоемов наша волонтерская команда подводников представлена также международным составом из 18 человек трех государств. Вместе с 11 дайверами и волонтерами Бишкека приехали почистить дно Иссык-Кули от мусора 4 дайвера Алматы и 3 представителя из Владивостока. Радует, что в нашем составе есть представительницы прекрасной половины человечества, которые наравне с мужчинами собирают и таскают подводный мусор. В этот раз их было 5. Две подводницы из Алматы, две из Бишкека и одна из Владивостока. Им приходится не сладко, так как мешки с мусором очень тяжелые. Собрать в мешки мусор и ползая по дну, потом вытащить их на край берега дается с большим трудом. Хорошо, когда к нашим дамам успевают помочь волонтеры из береговой технической поддержки. Но и мужчинам не всегда под силу унести в одиночку такой мешок. За 4 года нашей экологической деятельности это 15-е выездное мероприятие на берег Иссыкуля по очистке озера от прибрежного и подводного мусора. Кроме 15 очисток дайверами осуществлено дополнительно свыше 40 выездов вокруг побережья с обследованием мест загрязнения акваториальных зон, бытовым мусором и старыми рыболовными сетями. Фото и видео полученной информации мы размещаем на интерактивной карте нашей деятельности, представленной на сайте Чистый Сыкуль в интернете. На карте, нажав любой выбранный из значков, можно ознакомиться с ситуацией загрязнения в конкретно вятой точке на побережье озера. На Международный день очистки водоемов к нам прибыли гости из 15 стран мира, участвовавшие в конференции Орхитских центров. Конференция по вопросам защиты окружающей среды прошла впервые за пределами Европы на побережье озера Иссыкуль. Инициативным участником конференции были розданы перчатки и мешки для помощи в уборке сухопутной части общественного пляжа. В то время как наши дайверы собирали в мешки подводный мусор, находящийся на дне Чулпанатинского залива. Глубина дна, с которого пришлось собирать мусор, достигала 17 метров. А чем больше глубина, тем быстрее расходуется воздух в аквалангах и резко уменьшается время, которое дайверы могут использовать на сбор мусора. Достаточно мучительным делом представляется подъем мешков, набитых тяжестью мусора, со дна на поверхность. Порой поднимать мешки приходилось двум дайверам одновременно, тащая их по наклону дна вверх. Температура воды на дне была бодрящая – 17 градусов, а в тонких гидрокостюмах этот холод довольно быстро ощущается. Из нашей подводной молодежи в этот раз была только Оля, приехавшая из Алматы. Создавая наше экологическое движение, мы рассчитывали на активное и добровольное вовлечение молодых людей в сферу деятельности по защите окружающей среды в Иссык-Кульском регионе, чтобы местное население, подобно нашему примеру, самостоятельно организовало в своих населенных пунктах аналогичные коллективы из сознательных людей, которые понимают опасность существующего загрязнения и необходимость сохранить чистоту озера для нынешних и последующих поколений. Ведь чистое озеро Иссык-Куль – это прежде всего залог устойчивого существования местного населения и развития туристического будущего. Но почему-то на протяжении четырех лет нашей деятельности мы так и не слышали, чтобы местное население вокруг озера Иссык-Куль серьезно активизировалось в данном отношении, что появилось много сознательных граждан, многочисленные коллективы которых самостоятельно регулярно занимаются уборкой береговой зоны озера вблизи мест их проживания. Безусловно, есть среди местного населения граждане, душой переживающие за экологическое состояние озера, о которых не пишут в СМИ и которые самостоятельно в одиночку убирают прибрежную зону, но их крайне мало, чтобы справиться с пребывающим год за годом мусором. Через СМИ проходит только информация про единичные акции по уборке мусора, которые организуют различные коммерческие и благотворительные компании, выезжая, как правило, из Бишкека на Иссык-Куль, либо про 2-3 региональных Иссык-Кульских субботника в году. А ситуация такова, чтобы убрать полноценно 700-километровую береговую линию вокруг озера, местные субботники на побережье надо проводить как минимум ежемесячно и с участием плавсредств, так как не везде к берегу возможен подъезд автотранспорта, а плавающий пластиковый мусор волны озера выбрасывают повсюду, даже там, где прибрежные зоны никто, кроме пастухов и рыбаков, не посещает. Загрязнение озера в прибрежной зоне должно вызывать серьезное беспокойство, прежде всего, у местного населения и органов самоуправления Айлак-Мату. Но почему-то этого не происходит. Возможно, люди уже привыкли видеть мусор вокруг себя, и это им кажется вполне обыденным делом, на которое можно не обращать внимания. А возможно, население надеется на местные или республиканские государственные службы, или на кого-то еще, кто все это будет убирать. Надеяться, конечно, можно, но вряд ли без активного сознательного участия местного населения и органов самоуправления это осуществимо. Когда они раскачаются или кто их раскачает, остается под вопросом, а годы идут, и мусор прибавляется. А в то время, как наша подводная команда вытаскивала со дна озера мусор, мешок за мешком и прочие крупные предметы пляжного отдыха, которые в мешки не помещались, гости конференции Орхусских центров уже подсобрали в мешки мусор с прилегающей территории и с любопытством наблюдали за ходом нашей работы. Проведение Международного дня очистки водоема в Кыргызстане в этот раз активно освещали корреспонденты СМИ и национального телевидения. За четыре года множественные официальные письма о ситуации загрязнения озера, отправленной нашей общественной организацией «Чистый Иссык-Куль» в государственные органы, начиная с Госагентства охраны окружающей среды, Госэкотехинспекции и Сыкульской областной администрации, заканчивая Жигурку Канешем, премьер-министром и аппаратом президента Кыргызской республики, казалось бы, помогли сдвинуть дело с мертвой точки. На бумагах, по крайней мере, дело обстоит так. Но в реальности говорить, что что-то кардинально изменилось, мы не можем. По-прежнему мусор и старые пластиковые рыболовные сети, как лежали брошенными на дне озера годами, так там и находятся. Небольшому коллективу дайверов-энтузиастов, как наш, в одиночку такие масштабы не осилить. Тем более, если учесть, что очисткой озера мы можем заниматься в летний сезон только по выходным дням, свободное от основной работы время, и для этого нам надо как минимум добраться из Бишкека на Иссык-Куль со всем тяжелым снаряжением и подводным оборудованием. Государственные органы, конечно же, положительно оценивают экологическую деятельность, проводимую нашей общественной организацией «Чистые Иссык-Куль». Но какой-либо материальной поддержки, необходимой для развития, так и не оказывают. То же самое касается и отечественных спонсоров. На наше обращение к спонсорам о помощи в приобретении топлива для поездок и проведении мероприятий по очистке дна озера от мусора, а также в приобретении подводного оборудования, в котором остро нуждается наша организация, нам отказывают или не отвечают. Непонятна для нас и позиция чиновников Республиканского фонда охраны природы, которые не спешат выделять финансирование на наши мероприятия по очистке дна озера Иссык-Куль от бытового мусора и старых рыболовных сетей, загрязняющих дно озера. Казалось бы, фонд для того и существует на деньги налогоплательщиков, чтобы финансировать подобные природоохранные мероприятия и поддерживать инициативы общества. Но на все наши заявки в фонд мы получаем отказ. Результат нашей двухдневной работы – мусор, собранный со дна озера Иссык-Куль. Да, здесь он теперь стал более чистый, чем был прежде. Это, конечно, не весь мусор. Это буквально собранный со 100 метров домной части пляжной зоны. Пошел пятый год существования нашей организации подводников-энтузиастов. Но, несмотря на материальные трудности, мы и на следующий год планируем выезжать на озеро, чтобы делать его дно и берега чище. Продолжение следует...